Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы себя чувствуете виноваты сами. Вы сами чувствуете себя виноваты перед подругой, потому что вы не уверены в себя, вероятно. То есть я, конечно, не знаю, может быть в данном случае я ошибаюсь, вот, но как это видится мне, что в этой истории, именно в этой истории, вы обвиняете себя сами больше, чем кто бы то ни был. Вот. Попруга действительно ведет себя, скажем так, невротично. То есть попруга это, знаете, такой невротик. Вот. То есть неверно в себе, ревнует, как правильно сказал мой коллега Игорь Литович. Вот. Ревнует и, в общем-то, пытается всячески вас задеть, подеть, да, то есть как бы комментировать. Вот. Вопрос еще раз заключается в том, почему вы себя вините. То есть либо вы вообще склонны себя винить. Ну, вообще вот, в принципе склонны себя винить. Во всем. Либо это подруга для вас, вот, настолько дорогая цена, что вы себя обвиняете. Обвиняете. Вот. То есть, как бы, ну вот здесь нужно выясняться. Да? Смотрите, я не буду сейчас углубляться в подробности, да, значит, вы пишите, что мы с подругой дружим 10 лет, и за это время были недопонимания и даже ссоры. Вот. То есть, если были недопонимания и были ссоры, ну, наверное, они на чем-то основывались, да. То есть, наверное, были основания для этого. Наверное, если возникает ссоры какая-то, да, и недопонимания с человеком, то, наверное, это значит, что в отношениях есть определенные сложности. Да? Вот. Ну, скорее всего, скорее всего. И то, что произошло сейчас, да, это лишь следствие, это лишь продолжение того, да, что было раньше. Вот. Обраты заключаются в том, в том, хотите ли вы, чтобы это продолжалось, да, или все-таки нет, или все-таки вы, ну вот, не хотите, чтобы это продолжалось. То есть. То есть. Я не буду здесь все читать, потому что стация, стация, стация довольно, ну, действительно запутанная. Вот. Значит. Я полагаю, что вы просто не разграничили ответственность. Вот. Вы не разграничили ответственность. Вот. Вот. И вообще, вот такой момент, да, что это именно вот продавец в квартире решила спросить, кому лучше. Вот. Вот. Как бы. И, собственно, спросила она у мужа. Да? Хорошо. И мужик однажды он считает, что лучше, там, в коме. Вот. И уже дальше пошло, пошло, поехало. То есть началось все с вопроса продавца и ответа мужа. По факту. Вот. И дальше произошло, это уже следствие. Вот. История здесь, она, на самом деле, такая, что подруга не то, чтобы хотела обидеться, обидеться. Вот. А подруга просто ваша не уверена в себе. Вот. Если, знаете. Вопрос заключается в том, еще раз, что вы склонны себя обвинять. Вопрос заключается в том, что вы немного мнительны. Вопрос заключается в том, что вы, ну, возможно, испытываете повышенную тревожность. Вот. Как мне кажется. Вы испытываете повышенную тревожность. Вот. Вот. Ну, такое, такое вот, мое мнение. Потому что, вы восприняли болезненно тот факт, что подруга, ну, вот так вот отрагировала. То есть это же вам неприятно, да, что она ведет себя так. Это же вам не по себе от этого. Правильно? Это же, а вам неприятно. Вот. И, соответственно, здесь история, она вот именно такая. На самом деле. То есть, чем именно вам неприятно то, что сейчас делает подруга? Как вас это задевает? Понимаете? Вот. Вот. Чем вам дорога подруга? Тогда уж. Если уж на то пошло. Действительно ли она вам там вот так дорога? Действительно, она для вас имеет вот такое значение. Ну, значение. Вот. Понимаете? А чем это значит? Вот это то, что нужно увидеть. Это то, что нужно определить в первую очередь. Вам. Самой. А, так. Нажимаю шепку в том, что я не поставил говорить подругу. Так, ну вы не волны были, не подумали об этом. Ох. А, значит, так. Ну то, что подруга вас не захотела слышать, это тоже говорит о том, что у нее уже сложилась своя картинка, и она не пожелала просто ее менять. Вот. А почему сложилась картинка? Потому что она всегда думала так, что ее принижают, что ее обесценивают, что ее как-то вот не любят. Вот. Ну и так далее. И так далее. Вот. Я думаю, что, я думаю, что в этом все дело, если честно. То есть, у человека всегда были подозрения, что ее недооценивают. Вот. Вот. Всегда были подозрения. То есть, ее недооценивают. И здесь вот, наконец-то появился повод, значит, это, ну, подтвердить, наконец-то подтвердить. И отказаться от этого, да, то есть взять ответственность на себя, что за вашей подругой, конечно, невозможно. Вот. Так. Значит, эм... В чем я виноват и виноват или... Значит, меня немножко, ээээ, настораживает то, что вы используете вот такие слова, да? Да. Так. Эээ... Виноват. Значит. То есть, ээээ... Виноватых нет. То есть, и вы, подруга, поступаете, ээээ, в принципе, ну, не сказать, чтобы неправильно, а подруга защищает свои интересы. Вот. Вы, соответственно, пытаетесь защищать свои интересы. Вот. То есть, тут, как бы, что в порядке? В... Важно. Важно. Эээ... Чего вы хотите? Вот. То есть, если вы, как взрослый человек, объяснили подруге, как обстоят дела, да, и за 10, за 10 лет, как бы, ну, подруга, наверное, вас уже могла узнать, да, и знала, что вы не предатель, тогда, тогда да. Вот. Если за 10 лет, ээээ, подруга ваша не узнала вас, да, вот, что, возможно, она и не хотела, возможно, она и не хочет узнавать вас, возможно, ей это и не выгодно, понимаете, такая история. А вот это за два. То есть, работать нужно с вами. Какие чувства вызвало у вас, вызвало у вас тот факт, что она так отреагировала, не восприняла ваши слова, ваши слова. Вот. Вот это нужно определить. Это важнее, важнее всего. Понимаете? Ну, пишет она какие-то вещи, да, она пытается вас задеть, да, но при этом она же, эээ, сама нуждается в вас, по-прежнему, по-прежнему. Просто она слишком годная, чтобы пойти на примирение. Вот. Если вы ей дорожите, если, эээ, в целом вы знаете, что человек, ну, ну, неплохой человек, да, вот, если вы знаете, то попробуйте помириться, попробуйте написать ей первое. Вот. Сделайте это просто, ну, просто как, вот, так вот, знаете, более, более мудрый, более мудрый человек, вот, откажется, ну, что, значит, значит, это ее право. Вот. А если вас задевает, еще раз повторяю, если вас задевает, то, что, вот, она пишет о вас, ээ, там, какие-то вещи, да, и говорит о вас какие-то вещи неприятные, если вас задевает, то тоже вопрос к вам, почему вас задевает. Вот. Ну, и, естественно, да, то, что, если вы смотрите, эээ, ну, сейчас, ну, на правовую сферу вопрос надо, если человек уже откровенно вас обесценивает, да, если человек откровенно вас еще пытается как-то унизить, то это, естественно, неприемлемый, вот, и допускать такого, ну, в любом случае нельзя, нельзя, да, то есть нельзя допускать, чтобы человек вас унижал. Ну, вот. А в этом случае уже стоит, стоит принять меры. То есть тут вы можете уже либо в суд обратиться, либо к ней напрямую обратиться, вот, и так далее. и так далее. А также для нас неплохим вариантом решения проблемы будет, эээ, если мне с ней поговорить, то есть встретиться, да, вот, не по телефону, как сейчас это все происходит, да, не по телефону, вот, а именно, именно, вот, в живую. А, и все обсудите. То есть вы, выскажите ей, может быть, это нужно, нужно сделать, эээ, скажем так, ну, в более такой экспрессивной форме, если угодно, вот. То есть, эээ, сделайте это. Если бы дрожить под рукой. Других вариантов, ну, как бы, нет. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. На мой взгляд, по крайней мере, нет. Других вариантов не может быть. Вот. Как видите, эээ, эээ, ситуация, она зависит, ээээ, только от того, как вы будете поступать в эту ситуацию дальше. То есть, если вы будете, эээ, ну, если вы будете действовать, эээ, в расчете на то, что подруга изменится, да, если вы будете действовать в расчете на то, что подруга изменится. Если вы будете, как бы, ну, давать ей шанс, вот, если вы выскажете свою позицию по данному вопросу, вот, то, все пойдет только на пользу, то есть, все будет хорошо. Ну, а если вы будете искать виноватых, то, в любом случае, хорошего ничего не будет в этой истории. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду вам помочь. Особенно, если вы себя вообще склонны обвинять, то с этим нужно работать. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.